Здравствуйте! В прямом эфире на телеканале АРИС программа «Гость в студии». Я ее ведущий Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии Ольга Макарова, директор предприятия «Жилкомсервис». Ольга Владимировна, здравствуйте! Добрый вечер! «Жилкомсервис» – предприятие жилищно-коммунального хозяйства и как раз-таки та сфера, где постоянно происходят какие-то изменения, принимаются новые законы, нововведения. В начале, наверное, давайте затронем эту тему, какие изменения в сфере коммунального хозяйства происходят именно на законодательном уровне и насколько они актуальны для нашего города. Да, Новый год у нас, этот год не отличается от других, то есть огромное количество законов новых, подзаконных актов. Одним из таких животрепещущих является изменение в 354-й постановлении о предоставлении коммунальных услуг. Всем известный пресловутый ОДН, он, скажем так, канул в вечность, вместо него пришло новое понятие – коммунальные расходы на содержание общего имущества квартирного дома. Вот в этих словах уже звучит новая сущность этого понятия, то есть теперь тот же самый ОДН, он вошел в статью «Содержание». Стал таким образом из коммунальной услуги, превратился в жилищную услугу. С 1 января он появился впервые в наших квитанциях, причем это достаточно прозрачно. По каждому виду коммунального ресурса своя строчка с расшифровкой, норматив и цена, окончательная стоимость этого расхода. Нужно сказать, что много вопросов возникает, что же такое все-таки вот эти расходы на содержание дома. Казалось бы, у нас нет какого-то водоотвода в подъезде. Допустим, на мытье подъездов воду забирают обычно в квартирах, сливают опять в те же самые унитазы или там вообще куда-то под кустик. Но тем не менее, то есть возникает вопрос, что у нас нет таких расходов. Но в этих же правилах четко прописано, что если есть техническая возможность подачи определенного коммунального ресурса, то и возникают вот эти коммунальные расходы на содержание общего имущества. То есть он будет всегда. Пользуетесь вы для общего содержания или нет. И первый раз, когда мы его прописали в статье о содержании, это само собой вызвало повышение этой статьи. Это происходит без желания жильцов, без проведения дополнительных собраний. То есть происходит автоматически. Ну что еще? Еще очень закон усугубился в отношении тех собственников, которые не установили приборы учета. Это опять же с целью уменьшения этих затрат на данный вид коммунальных ресурсов. Но закон как он? Об энергосбережении? Об энергосбережении, да. 2008 года. И первое время как раз таки касался ресурсников, управляющих компаний. Сейчас он переходит вплотную к жителям. Вплотную к жителям, да. Потому что он устанавливал сроки установки общедомовых приборов учета. Мы эти сроки выполнили. То есть у нас практически все дома оснащены, где есть техническая возможность, общедомовыми приборами учета. А вот что касается собственников, там тоже были такие статьи, которые обязывали в определенные сроки это сделать. Но кому-то это невыгодно, неинтересно. То есть так можно больше лить воды, так можно не заботиться об исправности кранов и унитазов. Поэтому сейчас происходит ужесточение. То есть жителей, собственников хотят заставить установить индивидуальные приборы учета. В чем же заключается? Во-первых, те, у кого коммунальные ресурсы считаются по нормативу, с 1 января установлен коэффициент 1,5. Повышающий. Повышающий коэффициент, причем достаточно серьезный, на 50% больше, этот норматив увеличился. Во-вторых, мы выявляли несанкционированных, скажем так, кавычках, проживающих, то есть людей, которые живут без регистрации и тратят те же коммунальные ресурсы, вот там, где нет приборов учета, составлялись акты. Акты эти можно было составлять, их было составить достаточно сложно. То есть нужно было присутствие участковых, там еще некоторые препоны были. Сейчас достаточно исполнительных коммунальных услуг, то есть акт от управляющей компании и свидетельства соседей о том, что действительно в данной квартире проживают, скажем так, незаконные жильцы. Дальше. Значит, изменился порядок, вот у нас существует такое понятие, как перерасчет коммунальных услуг. То есть те, у кого не было приборов учета, нормативщики. Если человек отсутствовал по уважительным причинам, один из жильцов учился, в армии был, в командировку уехал, при предоставлении определенных справок мы ему делали перерасчет, возврат непотребленных ресурсов. Сейчас эта норма закона изменилась. И если в вашем доме существует техническая возможность установки, а она практически у нас, кроме общежития, она существует у нас везде, то опять-таки мы вот с 1 января уже перерасчет коммунальных ресурсов, возвратов не делаем. То есть человек пользовался, не пользовался, платит сполна. Но это актуально было для тех квартир, где не было приборов учета. Я это говорю в ту тему, что понуждают людей устанавливать приборы учета. Мало того, если нет прописанных, то сейчас норматив проставляется ни на одного, допустим, или вообще мы не начисляли ни на кого, раз вроде как никто не пользуется и нет никого. Сейчас на всех собственников. То есть получил ты квартиру в наследство, там на четырех братьев, да, и на всех четверых будет этот норматив распространяться. К нам, Ольга Владимировна, присоединяются телезрители, 22699, телефон прямого эфира. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Следующий вопрос, касаемый именно конкретного дома, это общежитие по улице Первомайская, 32. Сейчас у нас как бы идет вопрос того, что мы хотим установить счетчики на воду. Возможно, это вариант все утвердить, чтобы у нас у каждого дома стояли свои счетчики. У нас вода дома, туалет дома. Спасибо большое за звонок. Установить счетчики можно только в том случае, если будет соответствующий проект, во-первых. То есть эти дома, они вот там как раз... Там техническая возможность есть, конечно, у каждого действительно холодная вода, по крайней мере, есть. Но у них есть и места общего пользования, то есть душевые. Как можно учесть расход ресурсов именно там? Поэтому здесь даже если дом примет решение всем установить счетчики, в любом случае вот этот ОДН, ну, скорее всего, будет там чуть ли не в полном объеме на них, на всех распространяться. Потому что все равно местами общего пользования люди пользуются. Это предмет для обсуждения. Это предмет для обсуждения, да. Вот еще один такой интересный момент, это подогрев горячей воды. Вопросы возникают у жителей города. Что можно сказать? Какие здесь изменения произошли? Почему стоимость за горячую воду всегда разная? Да, такой вопрос, он интересует очень многих собственников. Потому что действительно с некоторого времени, ну, наверное, уже года полтора, каждый месяц стоимость горячей воды разная. И у людей, естественно, возникает вопрос, что это такое, почему повышение, то повышение, то понижение. Здесь ответ на этот вопрос таков. Горячая вода у нас сейчас состоит из двух компонентов. Это холодная вода и подогрев. На подогрев требуется определенное количество гекокалорий, которые как раз и считают тепловые счетчики, там, где общедомовые, там, где они установлены. Поэтому по итогам показаний этих счетчиков на следующий месяц вода считается, распределяется таким образом, ну, сколько подогревалось, как подогревалось, как расходовалась горячая вода. То есть стоимость-то гекокалорий та же, куба воды та же, но вот расход гекокалорий, он каждый месяц разный. Все понятно. К теме капитального ремонта перейдем. 2016-2015 год впервые, да, начала действовать программа капитального ремонта во всей России. Были введены региональные операторы. Вот если говорить про год этот уже, 17-й, какие планы есть у регионального оператора отремонтировать какие дома в нашем городе цифры? Да. Капитальный ремонт мы вошли в эту программу прямо с первого дня. Вошли с удовольствием. Почему? Потому что даже если вот по всей России идут какие-то дебаты и дискуссии еще по поводу того, надо ли платить, не надо ли платить, то мы в Башкирии, мы знаем, что платить надо. Почему? Потому что, ну, во-первых, у нас плата за капитальный ремонт, она у нас была всегда по Башкирии, где-то был общий котел, как в Уфе, например, у нас был счет на каждом доме свой, но мы делали в пределах собранных средств какие-то мизерные работы по капитальному ремонту. Сейчас, когда у нас появился региональный оператор и появился общий котел, то эти работы, они у нас уже более, ну, скажем так, грандиозные. И если говорить о цифрах, то вот за эти три года мы выполнили работу на 160 миллионов. Ну, такие деньги, в принципе, освоить и выполнить ремонт, ну, это достаточно хорошо. То есть я считаю, что население понимает нас, у нас более 80% сбора за капитальный ремонт, и деньги собирать надо. Что касается этого года, у нас в этом году спланировано 26 многоквартирных домов на сумму более 76 миллионов, то есть это тоже достаточно большая сумма. Ну, а виды работ, в первую очередь, конечно, это будут кровли, это на большинстве домов, будут заменены в двух многоквартирных домах лифты, ну, и по мелочи, что называется, где-то электрика будет, где-то обшивка стен будет, но основная масса, конечно, это кровли. Все понятно. Многие ведь, не секрет, жильцы просят асфальтировать придомовые территории, по крайней мере, ранее такая программа действовала, потом, ну, наверное, года два, да, не было такой программы. Сейчас появляется возможность через национальный проект формирования комфортной городской среды, если не ошибаюсь, правильно называется, провести как раз эти работы. Вот что можно рассказать про эту тему? Да, Владимир Путин по его инициативе, значит, было решено направить в регионы очень большую сумму денег. Вот, допустим, в Башкирию на 2017 год вместе с нашими республиканскими деньгами, которых 17%, это более миллиарда рублей, это именно на формирование комфортной городской среды. Две трети этих денег будет использовано как раз-таки на ремонт дворовых территорий, на благоустройство, и одна треть это на благоустройство наиболее посещаемых мест в городе. Ну, вот по второй части это, значит, у нас парки, ну, а по первой, по этим двум третьим, это, соответственно, наши дворовые территории. Есть там определенный минимальный перечень работ, есть максимальный перечень? Да, 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 минимальный перечень работ, это как раз-таки асфальтирование с установкой карманов для автомобилей, это скамейки, урны. А дополнительный перечень – это установка детских площадок, спортивных площадок. Для того, чтобы поучаствовать в этой программе, сейчас разработан ряд документов по городскому округу, они все находятся на городском сайте, то есть можно там ознакомиться со всеми положениями, как поучаствовать в этой программе. Ну, для нас это нужно проведение собраний. Активность жильцов. Активность жильцов. То есть вот Владимир Владимирович особое внимание уделил как раз-таки на то, что должна быть активность и инициатива жителей. И по первому, по второму направлению жители должны как бы сами выбрать и виды работ, и, ну, допустим, парк, какой наиболее посещаемый, какой они хотят благоустроить. А что касается самих жителей, вот, допустим, по дворам, здесь, возможно, предусмотрено, вернее, либо денежное участие, это не менее 5% от стоимости ремонта, либо трудовое участие, но вот наша городская программа, мы подумали и все-таки решили, что у нас должно быть трудовое участие, чтобы как бы не заморачиваться с деньгами. И, ну, это достаточно сложно, 5% это ощутимое, да. Собрать кто-то платит, кто-то не платит, а здесь на собрании решается, значит, сколько человека часов отработают люди на своей дворовой площадке. Ну, какие работы? Это какая-то уборка, это подготовка к выполнению работ профессионалами, это, возможно, там, помочь даже, там, как-то старый, может быть, асфальт там убрать или что-то, это какие-то земляные работы, возможно, это посадка деревьев, то есть вот такими видами работ наши жители примут участие в осуществлении этой программы. Еще один телефонный звонок, 226-99, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос по поводу нагрева воды. Мы живем по энергетике в 7Б, и каждый месяц у нас идет повышение. На данный месяц у нас за нагрев воды оплата 236 рублей. В соседнем доме 80-90 рублей. В чем дело? И еще вопросик по поводу отопления. Будет в нашем доме перерасчет за отопление? Спасибо за звонок. Так, ну, по первому вопросу, я думаю, что я ответила достаточно подробно. Конкретно по данному дому я, естественно, цифрами не владею. Это нужно подойти в жилком сервис. Если вас не устраивает разговор, допустим, с моими... С управляющей компанией. Да, с управляющей компанией или с моими бухгалтерами, можно подойти ко мне, мы вместе разберемся. То есть мы на цифрах покажем, почему вот это есть. А по поводу отопления, возврат либо до начисления производится, он, в принципе, ежегодный. Я не знаю, девушка за какой период спрашивает. Он в течение где-то 3-4 месяцев... После отопительного сезона? После окончания финансового года. То есть после Нового года за год все просчитывается. То есть в апреле можно уже ожидать начало? Можно уже ожидать, да. Ну, кому-то и в марте вот делают. Ну, то есть как посчитано было. Да, если говорить о платильщиках и неплатильщиках, это еще одна главная боль. И управляющих компаний, и самих жильцов, как раз-таки, которые платят за жилищно-коммунальные услуги, а есть нерадивые соседи. Вот сколько у нас нерадивых таких жильцов? Да, у нас это, конечно... Ну, я так думаю, что это очень вопрос насущный. Он везде, потому что действительно кто-то не имеет возможности заплатить, кто-то просто игнорирует, кто-то забывает, потому что среди неплатильщиков есть разные категории людей, есть люди достаточно состоятельные, которые имеют 2-3 квартиры, но платят раз в полгода, то есть вот как захочу, как вспомню, так заплачу. Очень большая задолженность у нас на 1 января, это более 100 миллионов. Работу, как проводили, мы так и проводим, то есть мы иски подаем. Более 24 миллионов на эту сумму в прошлом году мы подали исков. Что-то возвращается, платится. Особенно хорошо иски работают в отношении пенсионеров. То есть с пенсии это за 2-3-4 месяца долг полностью взыскивается. Очень много неплатильщиков у нас среди людей, проживающих в общежитиях. Очень много. И там же и самое большое количество муниципального жилья, жилья, которое осталось без приватизации. Сейчас мы проводим инвентаризацию вот именно этой категории задолженников. И будем достаточно категорично с ними обращаться. То есть если человек не платит и имеет какое-то другое жилье, сейчас очень много таких, где сдают это общежитие, либо оно стоит закрытое под замком. То есть если у тебя нет необходимости иметь комнату в общежитии, то город заберет. Город заберет, придется с ней расстаться, с этой комнатой. Ну и естественно иски никто не отменял. То есть в отношении этого человека никто ему не простит. Все равно будут его разыскивать и задолженность изыскивать. Ольга Владимировна, совсем скоро профессиональный праздник работников жилищно-коммунального хозяйства. Праздник правильно называется День работников бытового обслуживания и ЖКХ. Ну вот коммунальщики в первую очередь этот праздник своим считают. Потому что у бытового обслуживания могут быть еще и другие профессиональные праздники смежные. Вот есть замечательная возможность сейчас, наверное, обратиться к коллегам. Да, я вот традиционно как-то всегда в марте меня приглашают в эту студию. И я с большим удовольствием хочу поздравить всех своих коллег с наступающим праздником. Я хочу сказать, что жилищно-коммунальное хозяйство в городе, работники его, это достаточно большая гвардия, достаточно большая. Ну если у нас только в жилищном хозяйстве работает около 500 человек, а кроме того у нас есть еще и коммунальщики, это и теплосети, и водоканал, и так далее. Это наш общий праздник. Люди работают по большей части много лет. По большей части это люди, которые влюблены в свою профессию, которые отдают ей очень много времени, очень много сил. Говорят, что у природы нет плохой погоды, а у нас, наверное, нет хорошей. То есть у нас то снег, то у нас дождь, то гололед, то зной. То есть нам постоянно надо работать. Но я считаю, что тот, кто не делает это с удовольствием, не хочет принести радость нашим согражданам, тот просто уходит с этой отрасли. Поэтому я всех благодарю за работу. Я всем хочу пожелать в первую очередь, конечно, здоровья. Я хочу пожелать хороших, добрых собственников, добрых, ну в хорошем смысле этого слова, не добреньких, а именно тех, кто относится с уважением к нашей профессии. Кстати, это прогрессирует, вот это чувство собственников, потому что, если вы обратите внимание, у нас сейчас очень мало во дворах мусорных пакетов стоит. То есть если пять лет назад это мог позволить себе там, в каждом подъезде находились такие жильцы, которые вышли, вот и не дойдя до... Сейчас труд наш действительно, в общем-то, становится уважаемый. И чисто становится там, нигде убирают, а где не сорят. Ну, еще раз я хочу поздравить, хочу пожелать счастья, хочу пожелать успехов, стабильности, ну, зарплаты хорошие, и в семьях порядка, ну, чтобы наши вторые половины нас терпели. Спасибо большое. С всеми нашими проблемами. Спасибо большое, Ольга Владимировна, присоединяюсь к вашим словам поздравительным, к вашим коллегам, с наступающим праздником, уважаемые коммунальщики. Ну, а всем остальным, наверное, пожелать как раз-таки добросовестности и ответственного отношения к общему имуществу. Спасибо большое, что были с нами. До встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова